МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания «Сюань-Юань» будует на базе Добрыжской паперовой фабрики. Максим Савин сошел за разгрузкой. С Поднебесной на будовнество на Добрыжской паперовой фабрице грузы приходили и ранее, но не в таких объемах. На этом технику с китайского порта Инко у Гомель напрямую привезли 40 контейнеров с обсталеванием. Амаль 9 тысяч километров состав переодолел за два тыдни. Для поравнания по воде, а потом по суше груз добирался бы до Беларуси около двух месяцев, а на будовнество зараз каждый день на улику. В настоящее время качество и время – это самое важное. Сегодня эти контейнеры придут на станцию Гомеля. Скоро мы должны отправить на объект Добрыж и начнут монтажный процесс. Маршрут распрацевали российские и белорусские чагунышники. У Гомеля – приемку груза, а потом его доставку на место будовництва у Добрыж, а життяуляя предприемство «Гомель Желдар Транс». Для этого есть все необходимое. Предприятие на сегодняшний день имеет все возможности для этого. Это современный кран, болт-кран, грузоподъемность 35 тонн. Также есть три автомобиля-тягача для перевозки контейнеров. У будущей не рух по маршруте «Инков Гомель» станет регулярным. Китайская компания планует далее доставлять обсталявания для Добрыжской фабрики «Почигунцы». Не выключено, что этот транспортный колидор будет использоваться для других белорусско-китайских проектов. Как знаковый этап промежуточный. Безусловно, очень важно, что прошел этот этап доставки оборудования, как специалисты говорят, в рамках запланированных сроков. Никаких препятствий на пути не возникало. Это такой успешный, на мой взгляд, проект, который позволит и дальше доставлять грузы по железной дороге. Еще один несумненный плюс у тем, что Гомельщина у некоторой ступени стала часткой проекта экономичного пояса «Шелкового шляху», который сейчас активно реализуется Китаем. Маршрут техника «Инков Гомель» литерально пролягает по этим транспортным колидорам. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Подразделения МНС протягивают стушение лесного пожара в Лельшицком районе. Неподалек от вездки Кавыжа у заховываются еще два шаги у сгорания. Их суммарная площа около 80 гектаров. Павод для опушных дадзиных МНС пожар в экосистеме уже локализованы, а его ликвидация находится у завершальной стадии. Два с шатырых першопожатково зарегистрованных от шагов у сгорания потушены. Это около 40 гектаров примежной лесополосы в районе пограничного перехода Глушковича. И еще два, которые находятся у шатырых километрах от вездки Кавыжа у, выратовальники обещаются ликвидовать на протягу суток. Добро, что этому спрыгают на дворье. В борьбу со стихией уступили коля 150 человек, 26 одинок выратовальной техники и авиация МНС. Протяглая засуха негативно поплывала на стан посева узбожжевых. Их площа в регионе селита складая 366 тысяч гектаров. Однако коля 40 тысяч зьих господаркам в области пришлось списать на корм живелам обозу симностраты. Об этом журналистам поведом и у старшиня комитета по сельскому господарцу и харчеванию Гомельского Абл-Выконкама Сергей Мятлицкий. Подробностей гаража битвы за урожай в нашем наступном сюжете. Больше за все от протяглой спякоты и отсутности дождей потерпела Припятская полесья. У шерфу района больше за месяц опадков не было на огол. Калинковицкий район, где учоры отбылись зажимки, першему в области пошел уборочную. На тыдень ранней, чем в минулом году, стартовать пришлось вымушено. Уличивающий стан сбожжа, тягнуть долей было нельга. Жарило, конечно. Дождей не было практически. Самые весны. Конечно, немножко будет недоборно. Особо, я думаю, что большого недобора не будем в нашем хозяйстве. На сенеометровом пласте Глеба Гомельской области знаходится от 1 до 12 миллиметров продуктивные вельготи. Для сбожжевых культур специалисты называют такую ситуацию катастрофичной. И наводка лизары с дождей подать регулярно, кардинальных изменов не отбудется. На зерновой культуре, конечно, они повлиять уже не смогут на формирование урожая. То, что есть, то соберем, конечно. Мы уже работаем над этой темой. Но отставание от прошлого года, мы видим, будет по зерновым культурам, конечно, большое отставание. Мы же реализуем не только на внутренний рынок, мы на экспорт реализуем. Как и картофель, так и овощи. Может, часть на экспорт меньше пойдет, мы закроем внутренний рынок. Компенсовать страты аграры избираются за кошку кукурузы, якою посеяно, достатково. Да и працевать при такой спякосе справа звыклое. По причине изменения у климата оптимальное надворье бывает на Гомельщине не только раз в пять годов. А ли недоход похоршевания можно не остерогаться. Бояться ничего не стоит. Картофелем, овощами населения мы обеспечим хлебом госзаказ. Мы свой госзаказ выполним для хлеба. Так что я не думаю, что здесь надо волноваться и бояться. Руслан Пролясковский, Вероника Ворошилина, Сергей Климович. Телерадо и компания «Гомель». В ближайшую субботу, 11 липня, в Беларуси протягнуть работу промы и телефонной линии. В нашем регионе на пытание грамадян будет отказывать наместник старшини Гомельского обл. выконка Маул Владимир Александрович Прывалов. Номер телефона промой линии 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. В Гомельском городском выконавшем комитете 11 липня промую линию проведет первый наместник старшини Павел Яугенович Паулоу. Звернуться можно по номеру телефона 75 19 84. Примать с вороты грамадян так само будут у районных администрациях и райвыконкамах. Протягивая набирать обороты уступная кампания 2015. Сегодня по часу радиопрограммы «Задай пытание уладзе» на хвалях 137FM об специфиций и умовах поступления в Гомельский Державный Технический Университет имя Сухого поведомил первый проректор установы Олег Осенчек. За свою 47-годовую историю эта установа подрыхтовала для всех галин реального сектора экономики Беларуси амаль 30 тысяч специалистов. Все лето плануется набрать каля тысячи першокурсников. Практично по ровну, надзенную и завошную форму навучания. Во университете зараз иснует 7 факультетов, где працуют 400 высококвалификованных выкладчиков. Тут молодые люди смогут отримать специальности программиста, металлурга, машинобудовника и иншие. Дарайше уступная кампания в Гомельском Державном Техническом Университете имя Сухого протягнется до 16 лепеня у Клюшна. Надеемся на хороших абитуриентов, надеемся на успешность приемной кампании. Специфика наших выпускников – это реальные специальности, от программистов до металлургов, которые практически 100% на все трудоустраиваются. Более того, на нашей специальности есть конкурс заявок от работодателей. Починающий с 1998 года, в другую неделю липеня в нашей краине означается День податковых органов Республики. На передании этого света и в связи с 25 годем податковых органов Беларуси, телерадо-компания «Гомель» подрыхтовала виды и фильм о деятельности этой структуры в нашей области. Сегодня Гомельшина выходит в тройку регионов Украины, которая перелищивает в бюджет державы наибольшую сумму податков и сборов. Доля плательщиков Гомельской области в поступлениях Республики складает больше за 12%. Далее поступления от плательщиков нашего региона в бюджет в 2000 году складали около 500 миллиардов рублей, а в 2014 году – больше за 20 триллионов рублей. Шмат учим, дякуши докладному выконанию податкового законодавства и умоцованию финансовой дисциплины, в регионе реализуется программа у голенах адукации, аховы здоровья и социальной политики. Работники бюджетной сферы свайшасово отрымливают заработную плату. Глядите видеофильм телерадо-компании «Гомель» до 25-ти годзе податковой службы Беларуси, завтра в 7-10 хвилин, одразу после программы «Рапортер» на телеканале «Беларусь-2». Кожный год с наступлением самых долгих летних дзен у Беларуси святкують купальли. Гуляния объедновывают старожитные обрады и ритуалы, театрализованные концерты и веселые гульни. Что год массово и видовищно проходят купальли и в Лельшицком районе. Дмитрий Котов ознайомился с ужасными особенностями его святкования. Магичные обрады и ритуалы купальля возникли еще в старожитные часы. Слово «купала» означало сердитые и горадшие. Ненавито так наши протки уявляли солнце. На купальле люди прославляли святила, а так само стихии огню, воды и земли. И по сегодняшний день традиции свята заховалися. Я с детства участвую в этом обряде купалье. Мне очень сильно нравится участвовать в нем. Мы сохраняем традиции наших дедушек, бабушек. И я рада, что я участвую в этом празднике. На свято сбиралися юнаки и девчаты. Хлопцы шли в лес за дровами для вогниша, а вязковые пригажуни тым часом сбирали кветки, з яких потом пляли вянки. Усё гэта обязково супроводжалася народными песнями. Купалинка, купалинка, тёмная ночка, тёмная ночка, одежь твоя дочка. Головное дение распочиналось на заходе солнца. Миновито тады распаливали вогниша и начинали войдить вокруг его карагод в гонор солнца. Купальский огонь за всё далечився основой усяго свята, символом духовного и телесного очищения. После карагода молодые пары скакали праздвогниша. Девчины ж без пары в этот момент гадали на нарочоного. Конечно, подходили на берегу речки, как бы погадать на своего суджаного. И когда девчина кидала вянок на речку, и он ишёл по течению, худка, ловка, так это означало, что в этом году она обовязково выйдет замуж. Ну а когда вянок девчины заставался на месте, прибивался к берегу, так её ещё требовало подождать своего суджаного. Лишилось, что только усягульное выконание всех обрадов может забеспечить людям добробыт и счастье. И тому на свята приходили, как молодые люди, так и сталые. Со сторожитных часов Купаль имела массовый характер. И сегодня на соправданное народное свято сбираются люди из разных вёсок. Как и завсёды, проходит оно весело, шумно и видовищно. Передать всё это простыми словами немогчимо, для того, чтобы отшить всю невероятную энергию, такую атмосферу, необходимо находиться побольше. Свято сгуртовывая людей. Яны спевают аутентичные купальские песни, вводят карагоды, прославляют каханье и працу. А улишваючи, что купали проходить напереды Днежнева, летающие просьбы до природы об отримании доброго ураджаю. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшевский район. В Гомеле подвели выники городского конкурса детишей творчества «Рамонок. Символ семьи, кохания и верности». В конкурсе, который был промеркованным до православного свято, Дня святых Петра и Феорони, активный удел приняли детиши дошкольную установку областного центра. Урушение диплома у пераможцам конкурса отбылось подчас концерта на летней эстраде Гомельского палацово-паркового ансамбля. На святошный концерт у парку были запрошены не только удельники и переможцы детишего конкурса. Голонными гостями свято, на какой дарыши мог прийти кожный жадающий, стали шмодетные и неполные семьи, а так само семьи, которые выховывают детей-инвалидов. Подчас концерта волонтеры Гомельской областной организации «Червоного крыжа» раздали гомельшанам сотни рамонков – символов свято, которые были выраблены своими руками. Гоноровыми гостями мероприемства стали две пары. Одна из них собирается сгулять в селе гэтой осенью, другая означала селита золотый юбилей и с задовольнением поделилась с акрэтами трывалого союза. Ну как жить с той колеси согласия? Научиться уважать друг друга. Всегда поддерживать друг друга в трудную минуту. А женщинам, особенно быть мудрым, всегда уступать, уйти в сторонку, когда что-то не так. Всегда быть рядом. И главное, в трудные минуты, в любые минуты, чтобы мы поддерживали, чтобы нужно поддерживать друг друга, главное научиться любить и уступать друг другу. И на этом поколе все за развитием подей, сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова